Где-то там, далеко на Урале, жила довольно игривая и неугомонная собака по имени Боня. Она любила детей и радостно виляла хвостом при виде человека, но в один день все изменилось. Вся большая семья, включая неугомонную собачку, отдыхала на даче в деревне. Лето пролетело, как одно мгновение, и пришло время возвращаться в город. Пока грузили вещи в машину, забыли прикрыть ворота. В этот момент, от сильного порыва ветра калитка забора резко хлопнула и от испуга Боня куда-то рванула. Ждать они ее не стали и, как многие хозяева, просто уехали, оставив собаку в морозной зиме. Четвероногий друг вернулся к дому спустя час и не обнаружил своих хозяев. Собака обижала все вокруг, но никого не нашла. Рядом проживала семья пьяниц, они заметили скитающуюся вокруг собаку и решили ее забрать. Накинув на шею веревку, притащили ее к дому. Там Боню посадили на короткую цепь, без будки и без какой-либо подстилки. Она рычала и кидалась, только при одном их движении. Ее лай мешал им философствовать и в Боню летело все, что было под рукой. Когда им становилось скучно, они долго дразнили собаку едой, отставляя миску далеко, чтобы на своей короткой привязи она не смогла достать до нее. Первое время она пыталась вырваться изо всех сил, но звенья цепи больно врезались в шею, и она смирилась. В один из таких мучительных дней, хозяин решил отработать на ней броски дротиков, он много мазал, но и попадал. Бонне было очень больно, только стоило ему подойти их собирать, как собака кинулась на мужика, вцепилась острыми зубами в руку. Она рассверепела, сорвалась с цепь ей и бросилась на мужчину, он нашел кирпич и стал отбиваться. Освободившееся животное не стало ждать и сбежало через дырку в заборе. Нужно было бежать и как можно дальше, только эта мысль и была в голове у собаки. Съев что-то на местной помойке, Боня вышла на трассу. Теперь весь ее путь на сто километров состоял только из длинной полосы асфальта. Казалось бы, что может пойти не так, все ужасное в ее жизни уже случилось. Она долго шла, спала на обочине и ела то, что найдет. Она не понимала, почему ее бросили, почему делали так больно и что будет дальше. Примерно на половине пути, спустя несколько дней странствий, голодная и уставшая собака тихо волочилась по трассе. Лапы застыли, подушечки опухли и воспалены. Что-то виднеется и сильно шумит, быстро приближается, наверное, очередная безразличная машина, подумала Боня. Вдруг неожиданно яркий свет фар врезается в глаза, несется в фуры и заезжает на обочину, собака не успевает опомниться, как машина сносит животное с пути. Жесткий, глухой удар маленького тельца о железо и собака отлетает в кувет. Жгучая боль пронзает беззащитное тело. Фура уносится, оставляя лежать собачку на снегу. Лапы не чувствуются, как только собака начинает подниматься, боль простреливает позвоночник, и она снова падает в свою снежную могилу. Никто ее не видит, машины проезжают, лишь слезы катятся из добрых черных глаз. Около десяти часов она лежала в сознании, ей больно и холодно, шум смешивается в голове, силы покидают, и она засыпает. За день до Нового года Михаил ехал на машине по той самой трассе, домой с кучей подарков, когда решил остановиться, проверить, не забыл ли он бумажник в торговом центре. Пока проверял сумку, заметил в кувете что-то странное и решил на всякий случай проверить. Это оказалось животное, оно было слегка запрошено снегом и на вид не подавало признаков жизни. Было непонятно, что оно тут делает, довольно далеко от цивилизации. В следующую минуту он увидел кровь и понял, что животное сбили. Проверил, собака еще была жива, тяжело дышала, но на движение и прикосновение не реагировала, значит сильно замерзла. Он не смог оставить ее, осторожно взяв на руки, мужчина понес Боню в машину и мигом помчался в ближайшую ветеринарную клинику. Собака в пути чуть отогрелась и начала очень тихо поскуливать, словно рассказывая о всем, что с ней произошло. Михаил лишь бессознательно успокаивал бедное животное, скоро все будет хорошо. В ветеринарной клинике все были удивлены, после осмотра они сказали, что в таком состоянии собака пролежала не меньше трех дней. Это всех ужаснуло и надо было принимать решение, усыплять или бороться за нее. За это короткое время Михаил очень проникся к ней и решил, что это его новогодний подарок, семья согласилась и они стали спасать бедняжку. Шло время. Она потихоньку восстанавливалась и ее выписали. Уже через полгода Боня резвилась в своей новой, любящей семье, которая спасла ее от верной смерти. Все идет хорошо и вот в семье образуется пополнение. В доме появляется малыш. Собака, как вторая мама, всегда находится рядом и норовит везде залезть и помочь. Тихой, лунной ночью, весь дом сладко спал, малыш был в отдельной комнате. Вдруг собака что-то почувствовала и проснулась. В это время ребенок запутался в одеяле и начал задыхаться. Он никак не мог распутаться в силу своего возраста и его практически не было слышно. Малыш боролся, но ничего не получается, в панике он еще больше запутывает себя. Боня это почувствовала и с диким лаем понеслась в комнату родителей. Ничего не понимающие взрослые не торопились вставать. Тогда собака попыталась поднять маму за ночную пижаму. Когда взрослые наконец встали, Боня села у комнаты мальчика и дико лаяла. Перепуганные родители быстро побежали в комнату к малышу. Ребенок уже не мог кричать, мама быстро его распутала и помогла ему отдышаться. Боня сразу же перестала лаять, но все еще переживая за малыша, не могла найти себе места. Михаил вызвал скорую и через некоторое время врачи осмотрели ребенка, никаких серьезных повреждений нет и уже можно было не беспокоиться. После ухода врачей, Боня успокоилась и уселась с малышом, положив свою морду рядом с ним. Глядя на эту картину, мужчина не смог сдержать слез. Вот так, когда-то спасенная им жизнь, спасла самого ценного человека в его жизни. Спасибо, дорогие зрители, что дослушали до конца. Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. Субтитры сделал DimaTorzok